Субтитры сделал DimaTorzok Ножки у него болят Головушка не болела Две секундочки, я водички хлебну Ладно, давай Пока ты подготовишься, моя маленькая бэби Готова? Послушать меня Добрый день, в эфире «Еще не вместе» Ток-шоу, в котором каждое мнение будет оспорено С вами Николай Пивненко И Елена Битаева Сегодня и каждое воскресенье мы рассказываем и показываем То, что осталось за кадром итоговых программ Но о чем невозможно молчать? Вода на завтрак, обед и ужин Именно на такой диете живут обладательницы Магических 90-60-90 Но подобное богатство лучше беречь с молоду и до конца дней Ведь для мужчины красивая женщина Главный трофей и стимул Вот Виктория Лопырева и стала жрецей Макробиотики и криокамеры А телеведущая Екатерина Сареженова Никогда не ест после шести Хотя тонкая и звонкая Полина Гагарина Твердит, что едиными параметрами Ни один холостяк Сыт не будет Да и к солисту Диагры Аню Седокову Правильный размер не спас от штампа о разводе В общем, самое время задать главный вопрос Сегодняшней программы Так могут ли идеальные пропорции Стать гарантом счастливой личной жизни? Об этом мы и поспорим в студии ток-шоу Ещё не вместе В погоне за личным счастьем Люди готовы на необъяснимые поступки Кто-то доводит себя до нервных срывов Жёсткими диетами А кто-то повышает рейтинг за счёт других В США назревает очередной скандал У Майкла Джексона объявился внебрачный сын Недавно на пресс-конференции Были объявлены результаты ДНК-теста Которые показали, что непонятно откуда Взявшийся певец Брэндон Говард Действительно наследник поп-короля Казалось бы, на этом можно поставить точку Но неожиданно объявляется Ещё один деятель западного шоу-бизнеса Оги Джонсон И заявляет, что он настоящий отец Брэндона Якобы он даже присутствовал на родах Адвокаты Майкла Джексона До сих пор находятся в замешательстве И в принципе не понимают, чего от них хотят Так как никто никакие требования не выдвигал Да уж, если человеку тяжело строить свою карьеру и личную жизнь То можно запросто притвориться родственником какой-нибудь мегазвезды И превратить свою жизнь уже в реалити-шоу А что? Многие предпочитают лёгкие пути решения проблем Жаль, но в наше время женщины вынуждены быть сильнее Анжелина Джоли готовится к новой операции В прошлом году известная голливудская актриса Шокировала общественность Решившись удалить молочные железы Врачи выяснили, что у заморского секс-символа Великий риск развития рака груди и яичников Сейчас благоверная Брэда Питта Готовится к новому хирургическому вмешательству Совсем скоро ей предстоит удалить Лимфатические узлы больших грудных мышц При этом актриса продолжает сниматься в кино И быть примерной матерью Да уж, попробуй с таким мужем забросить свою внешность И на твоём месте тут же окажется какая-нибудь Люпита Неонга Так что для счастья нужна не только семья, но и фигура В погоне за прежними параметрами Даже Маша Кожевникова садится на диету А ведь буквально на днях стало известно Что популярная актриса и депутат родила первенца Свою беременность она тщательно скрывала от прессы Знаменитость не только отказывалась от съёмок В заманчивых телевизионных проектах Но и не появлялась в стенах Государственной Дома Да и вообще вся её личная жизнь сплошной знак вопроса Осенью прошлого года, например, она тайком вышла замуж Да и избрание картистки долгое время скрывался Сейчас новоиспечённая мама предпочитает не комментировать счастливое событие Единственное, что она заявила, что после родов сильно пополнила И сейчас все силы бросила на то, чтобы вернуть себе прежние формы Вот, Николай, берите пример Вы когда собираетесь себе вернуть былой рельеф? Главное не рельеф Главное здоровье А ещё вера в себя и счастливое будущее Жанна Фриске идёт на поправку Эту радостную новость подтвердил Супруг артистки, телеведущий Дмитрий Шепелев После выздоровления Экс-блестящей нужно будет сделать Не одну пластическую операцию За время химиотерапии Певица заметно прибавила в весе А в силу возраста её кожа Не справилась с такими нагрузками Но пластические операции Это уже мелочи по сравнению с тем, что она пережила А вернуть себе 90-60-90 звёздный Олимп Она всегда успеет Лично я надеюсь, когда Жанна вернётся из Америки Она снова заживёт счастливой семейной жизнью Ребёнок есть, работа будет А главное, муж рядом Вот и Ким Кардашьян в очередной раз в восторге от своего избранника Телезвезда и музыкант Канни Уэст Обговорили детали своего брачного контракта Будущая жена музыканта получит от него по 1 миллиону долларов за каждый год, проведённый в браке И это ещё не всё В случае развода ей достанется шикарный особняк Белл Эйр А также все ювелирные украшения и подарки любимого Деньги, заработанные на шоу семьи Кардашьян Линия одежды и реклама Всё это считается отдельными и личными доходами известной светской львицы Сейчас пара вовсю готовится к свадьбе Ким по уши влюблена в Канью И уверена, что это навсегда Так что, дамы, берегите свои пропорции И будет вам счастье Я вот стою и на глаз пытаюсь угадать Сколько вам ещё сантиметров на талии нужно утянуть Чтобы и на вашей улице повышение зарплаты состоялось Вообще обсуждать женский возраст и параметры – дико неблагодарное дело Ведь реальных ответов на эти вопросы вы никогда не узнаете Ну найдите хоть одну мадам, которая признается, что весит 75 килограмм У неё целлюлит и растяжки Да никогда! Это фактически поставить на себе кресло Вот поэтому я совершенно уверен, что 90-60-90 Ни одной женщине на белом свете не помогли устроить счастье в личной жизни Вы просто хотите быть обманутым, мой милый друг Каждый мужчина ведётся на фасад А стройность идёт всем так, что чем тоньше и звонче девушка Тем больше она может говорить о глубинах своего внутреннего мира Так как на внешний уже все давным-давно обратили внимание Нет, нет и ещё раз нет Женщина должна быть сексуальной, соблазнительной, стильной Потому что параметры – это время молодости В 25 можно думать о 60 сантиметрах в талии Но разве от этого зависит, насколько роскошной и желанной ты можешь быть? Это всё-таки сочетание внешнего и внутреннего Какая-то внутренняя гармония и вот эта искра Которая или она есть, или её нет Насчёт эталонов не знаю Я могу сказать, в чём дефицит Дефицит в честности Дефицит в нежности и женственности И, наверное, даже в слабости я бы вот так сказал Потому что сейчас такие все женщины вокруг у нас мощные Сами всё делают, решают Пытаются периодически тобой руководить Что это уже просто начинает пугать И меня уже готовы поддержать первые гости нашей программы Итак, я приглашаю в студию реальную девушку с обложки Телеведущую и всё ещё завидную невесту Дарью Герман Здравствуйте, Дарья Здравствуйте, Николай Как приятно, что такая красивая, очаровательная 90-60-90, как ты любишь На моей позиции, на моей, а не на вашей Нет, я с чего хотела всё начать Есть такая фраза замечательная, я её очень люблю Что глупая женщина следит за мужем, умная женщина следит за собой У Дарьи сейчас мужа нет Насколько я понимаю, об этом бренчали бы все таблоиды Вам ничего не остаётся, как следить исключительно за собой Почему вы на позиции Коли? Вы такая красивая, миниатюрная, действительно, все параметры, что называется, на лицо и на теле В некотором бруде так и есть На самом деле, чем ты больше развиваешься, чем ты становишься старше, чем ты больше, как вы говорите, следит за собой Тем больше у тебя возрастают стандарты И свои собственные стандарты мужчины, которого ты пытаешься выбрать То есть, первоначально из-за этого А простите, из кого мы выбираем, да? Как много, Лена, у нас в стране Одиноких, высоких, спортивных, молодых, сказочно богатых Натуралов? Умных, натуралов, с чувством юмора, без детей и без разводов Сколько их? Один? Два? Если убрать две позиции, я бы подошёл Стройных? Можно убрать две позиции Или с чувством юмора? С чувством юмора, Коля, интересная загадка Но, тем не менее, Даша, хорошо, мы выбираем из тех, кого мы имеем вокруг То есть, обычная, простая Некоторых из них даже иметь не хочется, честно говоря Ну, Даша, ну такие высокие запросы, конечно, вы так не скоро выйдете замуж А я, собственно говоря, никуда не тороплюсь Ну, вот хорошо, вот я сейчас поясню Смотрите, есть люди, которые, найдя вот этот вот, ну, с мужской, да, стороны 90-60-90, всё, они кажутся вот с этой красивой, очаровательной девушкой Даже, может быть, не важно, что она там открывает рот и что говорит Мне с ней хорошо, она будет моей женой, всем буду её показывать Вот у меня такая красивая молодая жена, все мне будут завидовать И это якобы некая счастливая семья Как правило, эта девушка либо быстренько забирает у тебя все деньги Либо ты, в конце концов, понимаешь, что, боже мой, она красивая, но она абсолютно не умна, скажем так И развод Во-первых, глупой девушке не удастся забрать у вас все деньги, как вы понимаете Другой вопрос Другой вопрос Были бы, да Другой вопрос Он состоит в том, что иногда женщины, Елена, вы, наверное, знаете прекрасно об этом Они играют некие роли И прежде чем выйти замуж, это просто милейший человек Милейший душевый человек, который Лапушка Лапушка Все делает на кармальном фарточке Там борщ она готовит И там спать укладывает Все прекрасно Стоит выйти замуж за этого человека То есть это определенно Тут же включается интеллект Тут же дорогой Мне нужно это, это, это Потом, боже, на ком я женился Я же совсем не ту девушку выбрал себе в жены, кем она является И тогда уже, собственно говоря, все те вещи, про которые вы сказали Просто красота будет дорого стоить, да И вы сначала выбираете некий эталон А потом этот эталон Начинает требовать Шубку, машинку, дом Хочешь завести детей? Не торопись А знаете, какое будет страшное разочарование Если того же самого потребует неожиданно Вот эта несимпатичная, некрасивая девушка Которую я выбрала Просто потому, что она некрасивая Черт подери, должна же быть у меня некрасивая жена И вдруг она начинает открывать рот и чего-то требовать Есть одно очень известное высказывание Айн Рэнта Это писательница, которая написала книгу «Атлант расправил плечи» Покажите мне женщину, с которой он спит И я вам расскажу, как он себя оценивает Действительно, для многих мужчин Женщина – это прежде всего показатель его Не только состоятельности Вообще, в принципе, да, статуса То есть, если эта женщина, как вы сказали Серая мышка, да, это означает, что мужчина Он не готов, как бы, чтобы она перетягивала на себя внимание Он не готов нервничать из-за того, что она будет устраивать какие-то сцены ревности Или кто-то, наоборот, в ее сторону будет какие-то выпады делать Мужского характера Он не готов, как бы, быть на первом плане Если она будет яркой, да Он, наоборот, хочет, чтобы она была, как бы, за ним, да И лучше нигде ее не показывать Вот она все суперухоженная, да Но это та женщина, которую не спросят за столом в мужской компании, да Допустим, мужчины разговаривают Эта женщина сидит и, собственно говоря, просто создает какую-то атмосферу Да, она просто есть, она просто красивая Такой самовар красивый Она улыбается, да, она чищена, все прекрасно Но слова ей не дают Почему? Потому что вот даже в моей практике был такой случай Когда, вы знаете, очень богатые мужчины У них у всех такие же Они, как бы, достаточно яркие, эффектные девушки Вот И они играли в покер И там эта девушка подошла и что-то спросила И что было? Ну, после этого друзья моего друга сказали Что, слушай, ты больше ее никогда сюда не приводи А то, ну, там, прямо Лучше она была немая На самом деле у него просто были плохие карты Вот и все Давай, давай, говорит, в следующий раз без женщин Все-таки Даша, ну вот скажите, ваш рецепт С вашей стороны Вот вы встречаете мужчину, да А то мы все женщины и так далее А вот некий, видишь, есть стандарт мужчины, да Вот вы выходите Как вы будете по красоте мужчину выбирать себе? Ну, если мы говорим лично обо мне У меня есть несколько таких кордонов Которые мужчина должен пройти Для того, чтобы вообще перестать Отгадать загадку Не-не-не, все просто Ребус Безусловно, первый фактор, по которому мы оцениваем мужчин Это физический фактор Не-не-не Это да Сколько денег он сможет принести в семью Очень долго Если мне приятно на него смотреть Мне приятно его разглядывать Мне, в принципе, все нравится, да Окей, идем дальше Шаг второй Когда мы начинаем общаться Нравится ли мне то, как он отвечает на мои вопросы Нравятся ли мне те вопросы, которые мне задают Это второй фактор Третий фактор Мама Третий фактор Это чувство юмора У меня есть такая особенность Что мне очень нравится людей проверять Да, вот я как-то пошутила Как мне кажется смешно А он стоит Если он обиделся До свидания Потому что это человек с неадекватной самооценкой Человек, у которого все хорошо Он так же отшутится Абсолютно И продолжит И пойдет четвертый шаг Да, четвертый шаг Очень важный шаг, кстати Без которого нельзя Мы не можем продвинуться дальше Это химия, так называемая То есть когда Это когда химия Люди могут разговаривать там 4-5 часов о чем-то То есть вот они находятся в одном таком поле Так, хорошо И чем это заканчивается этот разговор А потом пятый шаг Но у нас же не тот формат Про который мы можем как бы Но в пятом шаге это присутствие Слава богу Это очень далеко Пятый шаг это сближение Оно либо происходит, либо не происходит Если есть все 4 шага Которые на это Так это же нормально Сколько времени Обычный мужчина проходит Из тех двух мужчин О которых мы с вами говорили в начале Сколько пройдут? Сколько пройдут? Да, да Эти шаги Я думаю, что не одного Но я думаю, что со временем Вот эти все шаги Они будут отсеиваться Дарья, когда вам будет уже 40 лет Я думаю, что останется один Просто, чтобы был мужик Мы с вами встретимся И поговорим Слушайте, но красота Это повод для знакомства же, правильно? Для мужчины, да А для женщин? Нет, женщины, они другие качества Ладно, Даша, серьезно А вот если, например, вы сказали Первый фактор, это, конечно же Внешность, мужская красота Но это либо подходит этот человек Под твой паттерн или нет? Вот смотрите, а вот он вам подошел И вот вы уже дошли до 6 фактора И вот вы даже пересекнули Подождите, до 5 Не жестокое у вас там еще Шестое, это на утро уже На утро, да Вот вы с ним уже все, на утро А потом уже с предложения Свадьба, все дела Прошло 20 с лишним лет Он растолстел Он превратился в какой-то развалин Что за каком-то конкретно говорите? Да, 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 к дуне Надеюсь, да Ну-ну Нет, я к чему? Вот такого человека бросать Который перестал реально за собой следить Человек, которого я выберу Который будет идеальный По всем порядку Никогда не превратится в развалину По одной простой причине Он все время будет стараться быть лучше Мне страшно Это так, женщины должны мотивировать своих мужчин То есть от того, какая женщина Безусловно Будет с этим мужчиной То, каким этот мужчина будет впоследствии Безусловно Фитнес, бассейн Николай, да все Вы же все знаете И тогда пятый шаг всегда будет работать Безусловно Но до пятого нужно еще дойти, Николай Если вы об этом, то... Мы о том, Леночка Что красота это еще не все Гости нашей программы Адвоката моей позиции в сегодняшнем споре Была невероятно женственная И фантастически соблазнительная Телеведущая Дарья Герман Спасибо огромное Спасибо, Николай Спасибо Спасибо за интересное Ты, конечно, умеешь пригласить на свою позицию Человека, который абсолютно четко Идентифицируется с 90-60-90 Как? Ну ты даже не представляешь Даже если Даша выйдет замуж когда-нибудь Она будет так печься о каждом сантиметре Своей талии, бедер и груди Что ты даже не представляешь Она настолько будет следить за собой Что даже... Ну это смешно, это видно Понимаешь, невооруженным взглядом Для этого даже не обязательно быть мужчиной Это что? Как ты можешь приглашать на позицию человека Который заведомо мой, понимаешь? Ну я прям вижу, что она моя вся целиком Она даже сама говорит, что Ну настолько уже из женской солидарности И вообще сидеть и ездить Я убедила, у тебя нет аргументов, понимаешь? Что делать? Все, все, все Даша, тебе просто очень понравилось Я люблю, когда мы заканчиваем писать интервью Для меня это праздник Правда? Но мне кажется, когда речь зашла о пяти шагах Ты как-то воспрял духом И вдруг неожиданно вспомнил о всех своих... Я подхожу по параметрам худой и спортивный Вот два вот этих параметра Она-то не говорила худой, во-первых Такого слова вообще не было Ты чем слышишь? Слово, которое мне не свойственно Физически Стройное Физически симпатичное и привлекательное Ты хочешь сказать, что так тоже можно быть физически? Ну я не знаю У каждой девушки свои, конечно, параметры Но самое главное дотянуть до четвертого шага А там и до пятого недалеко, Николай А четвертый шаг легкий, чувство юмора А там сразу пятый шаг Но главное понять, что у нее пять шагов А у мужчины всегда один шаг Следующий гость ток-шоу «Еще не вместе» Придерживается уже моей точки зрения А значит, готов на личном опыте и житейской статистике Доказать, что магические 90-60-90 Всегда влияют на мужчин Между прочим, его жена – самая красивая мама России В прошлом году именно Анна Городжия Стала обладательницей заветного титула «Миссис Россия» И теперь рядом с героем этой программы Живет настоящая королева Дмитрий Городжий уже в студии ток-шоу «Еще не вместе» Здравствуйте, Дмитрий Очень рада вас видеть Здравствуйте, Дмитрий Ох, на какую вас позицию-то позвали сегодня Да, у меня сегодня сильный защитник Так вот, первый вопрос Безусловно, есть некие параметры Есть некие стандарты Есть некие эталоны красоты Которая, заметьте, человечество себе выдумало Уже много-много лет подряд существует десятилетий Ну, в наше время, нашего взросления Существует определенный традиционный параметр Вот скажите, для вас в жизни до супруги Первые знакомства, первые девушки Для вас всегда было бы важно, чтобы она соответствовала этим параметрам? Ну, то, что человечество придумало в последнее время параметры для себя Это вы правильно сказали, заметили, Николай Дело в том, что человечество постоянно меняет себе эти параметры В средневековье были вот такие параметры Дальше вот такие параметры Сейчас вот такие, которые вы озвучили Несмотря на то, что я люблю умных женщин, умных девушек Конечно же, в первую очередь, смотришь, обращаешь внимание на фигуру Таким образом, я познакомился и со своей супругой нынешней Увидев ее Как-то волнуетесь Владимир Владимирович, посмотрел Аккуратно, аккуратно Она же будет смотреть эту передачу Вы хотите сказать, что у вас супруга и параметры идеальные, и умные Я эти параметры увидел прям настолько идеальные Я ее увидел в купальнике на конкурсе красоты И там, именно там мы и познакомились А потом, когда еще узнал, что мы учились в одном университете А очень здорово, что она еще и училась Что само по себе Что само по себе Это еще добавило некого такого акцента Во внешнюю визуальность Объекта Дмитрий, вы со мной согласитесь И я не думаю, что открою сейчас какую-то банальную Истину какую-то скажу Когда бытует мнение, что мужчина любит глазами Ну никуда нам не деться Мы же представители Представители животного мира Все равно Давайте так говорить Но все равно так и есть Чуть бы он не сказал слабой половины человечества Мы все равно представители природы Поэтому, естественно, сначала Работают наши глаза А потом мы ждем, когда текст найдет Да, совершенно верно Ну хорошо Хорошо Давайте мы пойдем дальше Все-таки, в принципе Ваша позиция Насколько вот Лена сегодня ее декларирует Наша твердая позиция Да, твердая позиция Что красота спасет мир В данном случае для семьи Важно, чтобы жена была красивая Вот, и это некий такой, ну, билет В спокойную семейную жизнь Моя позиция немножко иная Потому что я считаю, что все-таки Есть такое понятие Когда это в сердце происходит В принципе, да Глазами я согласен, может быть В какой-то степени с Дмитрием Но иногда же бывают Какие-то совершенно необычные вещи Когда внешне человек Совершенно не соответствует параметрами А сердцем ты с ним Ты с ней Ты с ней общаешься Ты получаешь какое-то удовольствие И мало того, в голове У тебя еще есть такое ощущение Что ни измен не будет Никто засматриваться не будет на нее К чему вы клоните Вы знаете, когда есть Жигули Все равно хочется Мерседес Как бы не было Вот, но Николай, вы сказали, что красота спасет мир Я хотел бы добавить сюда Много еще составляющих Красота, запятая Ум, запятая и так далее Вот, лично это моя формула Семейной жизни Но другое дело, что Николай, мне кажется Клонит к тому, что типа Красивая женщина Она, мол, знаете ли, изменять будет часто Вы к этому, что ли, ведете? Бомба замедленного действия Здрасте, пожалуйста Как так можно обвинять всех красивых женщин Что они, извините, меня будут изменять На лево и направо Я поддержу Николая с точки зрения Что процент красивых женщин, наверное Да, и такие исследования проводились Изменяют больше, да Вроде бы как есть такие исследования Чем некрасивые Вам приятно? Вот вы идете с девушкой Вы идете с женой Идете И вдруг какой-то мужик Ну, как же он же с глазами Начинает на нее реагировать Ваша реакция? Ну, если она Если реакция этого мужика Достаточно агрессивная То моя реакция последует Тоже агрессивная Вот, но если это достаточно Просто любование Моей супруги Ну, почему нет? Я даже Мужское такое А почему вы думаете Олигархи Согласитесь, Дмитрий Почему олигархи Заводят себе красивых женщин И вообще обращают внимание Потому что это повышает Мужскую самооценку Совершенно верно А когда моя супруга Открывает рот Когда она начинает говорить И говорит правильно Умно И может поддержать Любую беседу Вот И когда делает Правильные поступки Моя самооценка Еще выше повышается Еще такой вопрос Скажите Вот у вас, кстати, дети есть? У меня два сына Два сына Как вы будете воспринимать Будущие ценители Женской красоты Будущие ценители Женской красоты Одному же 17 Вы воспитываете их В этом направлении Что есть красота Плюс ум Плюс все остальное Как вы их воспитываете В этом смысле? Трехлетнего еще, конечно Ему повезло Еще не воспитываю И придет ему Для него сейчас все красиво Для него сейчас, да Совершенно Для него самая красивая Естественно Это мама Больше остальных Остальных женщин Для него не существует Ну, бабушки, естественно Еще Вот А со старшим, конечно Посложнее Со старшим посложнее Но Могу сказать Что, наверное, здесь Некая генная ситуация Существует У него практически Параметры красоты Они совпадают с моими Ну, вот так повелось Что вот Нравится мне Высокий И красивый Модельного Типа Представительца женского пола Я стараюсь Нет, не влазить Конечно же Провожу с ним беседы А что у тебя за девушка Покажи фотографию Ну, там бывает Свою оценочку Как-то так Не обижая Не обижая Это как, например Покажи там В социальной сети Свою фотографию Как вы ему говорите Я бы ей двойку поставила Ну, я все-таки Должен это делать Потому что я отец Ну, потом вы специалист Я так просто не могу же Отдать сына Да, вот В руки Отдать сына? В руки Хищницам Не, не виноват Понимаешь Я должен Тем более Если они еще узнают Чей сын Я некую оценку Должен совершить Я так аккуратненько Не обижаю сына Не обижаю его выбор Конечно же Это дело Ну, и он Всегда Он следит за музыкой Смотрит модные журналы Там Пропагандируется Этот Этот формат Этот стайл Да, весь этот глянец Ну, хорошо А если предположим Просто предположим Да, на уровне Вот вдруг у него поменяется Да, и он Любится И для него будет Прям всем сердцем любить Женщину совершенно Несоответствующую стандартам Вы нормально это примите Как отец? Наверное, в душе Будет мне тяжело Но я приму Да, его выбор Конечно же Я вспоминаю Вспоминаю Когда я сам стоял перед таким Выбором Выбором Точнее, ну Когда я должен был представить Там Ну, девушку Да И когда родители Определенную реакцию делали Которая не совпадала С моим мнением Вот Я это вспоминаю Но родители Несмотря на то Что все-таки С некоторым давлением Воспринимали девушку С которой я там Собирался Встречаться Но все-таки Они как-то Демократично Подошли-ка Давали, да Давали право выбора Мне самому Поэтому Здесь надо очень тонко Последний вопрос Последний вопрос Мы все про женщин А вот интересно Когда-нибудь слышали От своей супруги Как она вас В плане красоты Рассматривает Не, она очень бывает Критична ко мне Я совершенно Это могу сказать Нет, ей Я не скажу Что я идеал Мужской красоты Естественно Само собой А какие у нее претензии Интересные Да, что там Не, ну Чем не вышел Она может сказать Не вышел Пора закачать пресс Дорогой Тебе там пора Там, да Прессик бы подкачать Так, а ну-ка Хватит есть Тебе пора Там пару лет Не поесть А ну побежал Пару лет Сажаю тебя на диету Столетняя Я, конечно же К этому Не значит, что я Карты тут же бью Козырные А у тебя Вот это Ну вы хотя бы Идете в спортзал Очень хорошо, что Но потом Все-таки у нас родится 13 лет И То есть ваша красота Неоспорима Моя красота На весы я могу положить Свой опыт мудрости И это тоже Очень большое является Ну то есть ваш рецепт Красота плюс мудрость Красота Женская красоты Да, да Женская красота плюс Ну Плюс ум, наверное, все-таки Мудрость-то она Для 25-летней Супруги Она придет со временем Естественно Она накапливается Как в банке То есть маленькая Скидочка есть Скидочка, конечно Вот как интересно Значит так, девочки Я поняла Вывод следующий Идем в салон красоты Открываем Достоевского Читаем Забираем все ума Еще очень важно Я вообще люблю Обожаю Чтобы женщина Что-то делала Чем-то занималась Имела любимую работу А у меня сама супруга Говорит Я не могу сидеть Я не могу Я ненавижу домохозяек Вот Ну Плохое слово Сказал Но я не понимаю Женщин Которые являются Домохозяйками А если миллион детей Понятно, если там Миллион детей Да, это оспоримо Это совершенно оспоримо Но сейчас есть Много возможностей Если у тебя двое-трое Детей, няней И А ревновать не будете Если она уйдет На другую работу И будет до ночи Там сидеть работать Она моя сотрудница Нет, если ты вдруг Нет, не буду Как-то вы очень Зло засмеяете Она моя сотрудница Это два раза Сегодня уже Не отпустим Да, Анне, наверное, будет непросто Сегодня Надеюсь, что в вашей семье Будет мир После нашей программы Нет, будет мир И телекомпания мир И все будет Все совпало Все совпало Спасибо большое, Дмитрий Гостем нашей программы И сторонником моей точки зрения Был именитый продюсер И не менее знаменитый Муж одной из самых красивых Женщин России Дмитрий Городжий Спасибо, Дмитрий Спасибо вам Кольчка, ну что же ты Ведь у тебя был один важный Неоспоримый аргумент Который ты так и не привел Он тебе остался за пазухой Твой туз в рукаве Какой? Эх, Колька, Колька А ведь ты же на самом деле Знаешь, как тяжело Нет, я поняла Ты не знаешь, как тяжело Женщине сохранить эти 90-60-90 И на что мы готовы пойти Ради сохранения Тех самых параметров О которых ты так говоришь Ну это и ужасно Если это делать Ты мог этот козырь, знаешь, как Ммм, подать вкусненько Под видом пластических операций Под видом липосакций Под видом мезотерапии Ботокса и прочего-прочего Просто нормальный мужчина Когда видит с собой рядом Такую женщину Которая только этим занимается Он постарается от нее Дистанцироваться Это сто процентов На самом деле, вы, мужчины, никогда не узнаете Каким трудом мы добываем эти 90-60-90 Моя маленькая Мы все знаем И мы все видим Мы даже можем пощупать, если надо О, да, 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 да Мне кажется, что Дмитрий тебя убедил И, в принципе, ты бы сам не отказался от жены модели У меня бывали модели Но жен-то среди них не было, Коль Жен даже не среди моделей не было О, ой-о-о, ой-о, ой-о-е, когда же мы тебя женим? О, ой-о-яй-о, ой-ой-яй-яй-яй-яй Мася моя, ну не грусти Признай, что даже твои пропорции Не обеспечивают тебе Безмятежную личную жизнь Но значительно повлияли на ее качество, Николай. Мужчина всегда влюбляется во внешность и несет в памяти светлый образ первых дней. И если женщине удается этот образ сохранить годами, то семейная жизнь не скоро потускнеет. А еще не стоит забывать, что именно женщина – витрина семьи. И по ее внешнему виду окружающие будут судить о ее мужчине. Насколько он успешен, настолько она и выглядит. Только время у каждого берет свое. И делайте скидку на возраст. И это тоже доказательство моей точки зрения. Хороший косметолог решит массу проблем, а репетиторы наполнят даже самый глубокий интеллектуальный колодец. Поверьте, Николай, рядом с красивой женщиной мужчины многое готовы терпеть. Елена, вы меня безумно утомили. Раз так, продолжим следующее воскресенье. Ровно через неделю мы снова встретимся в студии ток-шоу «Еще не вместе». И обсудим самые неоднозначные события прошедшей недели. Зададим самые пикантные вопросы. И добьемся самых откровенных ответов. Так что увидимся уже в следующее воскресенье в эфире телеканала «Мир». С вами были Николай Пивненко и Елена Абитаева. До свидания. Пока. Я тот самый оплот красоты. Я то, на что приятно смотреть, любоваться, благодаря чему люди включают. Все? Еще не вместе. Все? Ну, в Ташкенте точно. Интересный был разговор сегодня. Девушки красивые. Красивые. Хорошие гости. Отличные мужчины. Следующие ничего. Можно пойти и спокойно отдохнуть. Значит, ничего. Да я тот самый идеальный параметр и гарант счастливой личной жизни. Понимаешь? Для кого? Есть гарант свободы. Есть гарант безопасности. Я гарант твоей счастливой жизни на телеканале «Мир». Коля. Я тот самый идеальный. Посмотри на меня. 90-60-90. Ну. Ну, подожди. Померим. Раз. Это ж сколько меня здесь. Ну, вот так, вот так, Оля. Вот. Стали ведущей. Но в твоем случае, Колечка, 90-60-90, это нужно перемножить. Там же знак умножения 90-61. Получается объем. Обидел. Мой маленький мой. Пойду успокоен. Пойду этого маленького, доброго, кубического друга успокоен. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok